Вооруженная провокация армянских ВС на границе с Азербайджаном, безусловно, является террористической атакой. Такого мнения придерживается израильский политолог Михаил Финкель. Он напомнил, согласно международному праву, любой удар, нанесенный по гражданским невоенным объектам и населению, является преступным. Это является ничем иным с точки зрения международного права и с точки зрения Женевской конвенции, ничем иным, как формой терроризма, как формой преступного ведения войны. Это не война между армией и армией. Это не война между одними силовыми структурами и другими. Это был удар по спящим женщинам, детям, по людям, которые жили в своих домах, которые не ожидали этого, которые не должны были подвергаться этому удару. Азербайджанская армия подавляет армянский огонь максимально корректно, наносит удар только по военным объектам, а не бьет по мирным селам Армении, подчеркнул израильский эксперт. Я хочу сказать, во-первых, выразить свои соболезнования от народа Израиля и от еврейского народа по всему миру, народу Азербайджана. Сказать, что вы нам братский народ. Мы помним нашу совместную историю вместе. Мы помним наши прекрасные отношения, которые по сей день продолжаются, нашу великую историю, великий хазарский Каганат. Мы выражаем соболезнования в связи с гибелью ваших военных, ваших солдат, офицеров, вашего генерала. Пусть их душу прибудут в раю. Когда мы говорим о подлом ударе Армении по вашим гражданским объектам, потом по вашей армии, ничем иным, кроме как подлостью, это назвать нельзя. Даже животные на водопое, когда засуха, когда беда, они не нападают друг на друга. Львы не нападают на газели и так далее. А тут в период пандемии вируса, когда все страны должны, казалось бы, объединиться с общей бедой, такой подлый удар. Циничный, рассчитанный. Эксперт добавил, военачальники в Азербайджане не прячутся за спинами своих солдат и офицеров, а защищают родную землю со своим народом на передовой. К слову, военную провокацию Армении решительно осуждают и международные структуры, в их числе Тюркский совет, организация исламского сотрудничества, движение неприсоединения Гуам. Эти и многие другие структуры еще раз подтвердили позицию по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Шамистам Амедов, CBC